На прошлой неделе депутаты Рязанской областной думы приняли в первом чтении проект бюджета на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов. Утвердили основные параметры главного финансового документа региона. Главная наша задача принять выверенный бюджет, исходя из реальных возможностей, которые есть у нашего региона. В течение года нам предстоит сосредоточиться над сокращением неэффективных расходов, работать над повышением доходной части бюджета, над ростом налогооблагаемой базы и укреплением налоговой дисциплины. Хочу отметить, что бюджет сохраняет свою социальную направленность, более 75% это доля социальных расходов, усилен программно-целевой подход при формировании бюджета. Перед депутатами и представителями общественных организаций выступили министры регионального правительства. Первый заместитель председателя правительства Рязанской области Олег Булеков сообщил, что проект трехлетнего бюджета формировался в условиях замедления роста экономики России. Кроме этого регион имеет большую долговую нагрузку. Впрочем, эти обстоятельства не должны повлиять на социальное развитие. Были приинтересованы все расходные обязательства. По ряду позиций расходов, конечно же, пришлось сократить. Но при этом сохранены все социально значимые расходы, включая расходы на исполнение майских указов президента. Так, заработная плата врачей и учителей будет повышена на уровень инфляции. Помимо этого, сообщил чиновник, будут пересмотрены подходы к вопросам поддержки населения. Нуждающиеся категории граждан не должны остаться без поддержки государства, а помощь к ним придет более адресно. Далее приглашенные на публичные слушания общественники и представители муниципалитетов стали задавать вопросы. Первый касался межбюджетных отношений. На это министр финансов Рязанской области Марина Наумова ответила, что основная задача здесь – выравнивание бюджетов муниципальных районов. За основу была принята та методика, по которой работает Министерство финансов России, устраивая межбюджетные отношения с субъектами. Я не буду, конечно, технически останавливаться. Вопрос такой достаточно тонкий. Финансисты разбирались в муниципальных образований. Скажу только одно, что вот дотации распределяются в соответствии с тем уровнем бюджетной обеспеченности, который рассчитывается для каждого муниципального образования. Обращаются уровни бюджетной обеспеченности. То есть участвует индекс налогового потенциала, индекс бюджетных расходов. Мы принципиально поменяли подходы к расчету двух этих составляющих. И на наш взгляд эта методика, она позволяет именно усилить выравнивающую составляющую, позволяет включить определенные стимулирующие функции. Что касается дорожного хозяйства, то в предстоящей трехлетке приоритет будет отдан содержанию уже действующей сети автодорог и приведению их в нормативное состояние. Был вопрос и о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Министр финансов Марина Наумова сообщила о реализации региональной программы, направленной на помощь таким организациям, и выделении бюджетных средств в размере 5,5 миллионов рублей, как на 2015, так и на 2016 годы. Свои предложения по проекту трехлетнего регионального бюджета общественники могут подать еще до 5 декабря. А уже 15 декабря депутаты Рязанской областной думы рассмотрят главный финансовый документ во втором окончательном чтении.